МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обсуждаем, она многоуровневая, многоаспектная. Это, можно сказать, наша тема. Деструктивное воздействие на людей в интернете. У нас сегодня две команды. И с одной стороны будет дискуссия, а с другой здесь все единомышленники. Мы будем обсуждать, искать разные способы, как все-таки нам работать с этим самым интернетом, обсудим ту самую информационную гигиену. Ну что ж, поехали. Сначала посмотрим небольшой сюжет. Деструктивное информационно-психологическое воздействие в интернете. Сейчас Республика Беларусь отражает гибридную агрессию коллективного Запада. Созданы сотни экстремистских ресурсов, каналов и чатов, задача которых – посеять раздор, вражду, принести в нашу страну гражданскую войну и внешнюю агрессию. Достаточно ли Беларусь делает для отражения этих атак? Как усилить противодействие вражеским ресурсам? И как защитить себя и своих близких? Обсудим в ток-шоу «Да, но». В Беларуси есть уникальный опыт борьбы с этим злом. На передовой этой борьбы легендарное подразделение «ГУБОПИК». И, говорят, к нему приближен телеграм-канал «ГУБАЗа». У нас сегодня его замечательная ведущая Татьяна Третьяк. Ведь эта борьба в интернете началась еще тогда, в 2020 году, когда на нас шел вот этот накат информационной Запада. И вас экстремисты просто ненавидят. Мы в хорошем смысле слова показываем зубы оппонентам. И, ну, скажем, не планируем останавливаться на достигнутом. Хотела сказать огромное спасибо, наверное, тем людям, которые... Тем волонтерам, которые оказывают нам содействие, присылают информацию в БОД. Огромное-огромное вам спасибо. Вы те же помощники Архангела Михаила, который именно борется с вот этим экстремизмом, с этой вот начальной ступенькой терроризма, чтобы не дать ему перерасти в нечто большее. Поэтому огромное спасибо всем причастным, кто и комментирует, кто и читает наш телеграм-канал «Книга ГУБАЗа». И также отправляет информацию в БОД и поддерживает нас. ГУБАБ – это такое уже народное движение. Это уже как и бренд, и народное движение. Это единомышленники, которые понимают вот эту вот угрозу, которые осознают вот те горячие точки, которые в мире происходят, сколько терроризма, и показывают свой непримиримый ответ. В чем природа информационного вот этого вот воздействия на людей, экстремизма, терроризма? И там же много разных аспектов. Одно переплывает в другое. От экстремизма к и порнографии. Тянем за ниточку одну, допустим, да, и целый клубок, да. Иногда оппоненты, которым нечего предъявить в условиях того, что находим у экстремистов еще дополнительные порнографические материалы, и наркотические вещества-прекурсоры, которые находятся, им нечего сказать, и они апеллируют к тайной личной жизни. Зачем вы это обнародуете? Ну, господа, во-первых, оппоненты, да, хочется к ним обратиться. Вы ставите под сомнение всю работу, которая делается. И говорите, это все политически мотивировано, люди ничего не хотели, люди просто выражали свою позицию. Они якобы не угрожали, не предпринимали какие-то действия, связанные с экстремистскими какими-то материалами. Но, тем не менее, вы ставите это все под сомнение. Поэтому, скажем, Геубаза, да, в своей книге обнародует именно подтверждение всех своих слов. Что стоит напомнить, эту игру начали вы, дорогие оппоненты. Вы начали публиковать личные данные людей, кто с кем, где ужинает, в каком кафе и так далее. Это вы начали. Мы, наоборот, очень тщательно и щепетильно относились к праву личной жизни и еще чего-то. И приправляли вот с этим вот... Ну, вы знаете, что делать. То есть вы как бы умывали руки, и оппоненты умывали руки, и просто этот ресурс, который находился внутри страны, подталкивали даже не то что к экстремизму, а к терроризму. Это кто-то писал, вы знаете, что делать. Кто-то конкретно иди, убей там и так далее. Поэтому мы все это помним, все это знаем. Вот работает прекрасно информационный канал Губаза. Все знают, все там смотрят, подписывайтесь, если кто не подписан. Достаточно ли? Достаточно ли делается для противостояния вот этим всем аспектам информационного воздействия? Я считаю, что об этом должно узнать как можно большее количество людей. Кроме того, что ведутся телеграм-каналы, ведутся телепередачи, где освещается эта тема. Возможно, где-то еще нужно в школах проводить еще больше работы. Возможно, сделать какой-то предмет, на котором с людьми будет вестись разговор на эту тему. А может быть, китайский вариант, фаервол, да, вложимся там, ну, наверное, совместно с Российской Федерацией. Но вот здесь, в центре Европы, сделать такой небольшой островок стабильного чистого интернета, где будут только те сайты, которые мы разрешим. Есть такой вариант? Безусловно, мы не должны изолироваться от возможных источников информации. Да, сегодняшний человек, он, к сожалению, он и уязвим воздействию информационному, потому что мы живем в большом потоке информации. Мы просто-напросто не имеем возможности нормально все критически осмыслить и сформировать свое источнение. А можно я сразу уточню вопрос? Вот смотрите, вы говорите, человек уязвим и так далее. Я понимаю, если это там подросток. Возможно, там он насмотрелся клипов, что-то у него эмоционально. Вот показывали совсем недавно, профессор-доцент БГУ распространял бред про то, что у нас... И навязывал своим ученикам. Очень правильно. Среди студентов распространял бред, что у нас 7 тысяч убитых в 2020 году. Доцент БГУ, он под какое воздействие попал? Просто он может мерзавец. Он просто не выполняет свою работу. Он должен учить студентов, а не навязывать им свою идеологическую... Более того, я прошу прощения, как-то были задержаны, ну скажем так, привлекли к себе внимание преподаватели БГУ, которые даже идеологически, скажем так, противоположной точки зрения студентов заваливали на зачетах и на экзаменах. Срезали. Это отдельный аспект, и очень важно, да, и есть такие случаи, как травят людей за государственную позицию и на частных предприятиях, и даже на государственных предприятиях. Мы знаем такие случаи. Нужно учить людей с молоду, чтобы внуки этих бабушек и дедушек учили их, как правильно вести, какую информацию читать. Нужно вводить уроки кибергигиены еще за школьных лет. Тогда люди, дети придут в школу, узнают нужную информацию, узнают. Действительно честные госсми, телеграм-каналы будут читать эту информацию и учить своих родителей, своих дедушек и бабушек. Ведь кто еще лучше научит, чем близкие родственники? А кто составит эти программы школьные? У нас, извините, некоторые методички читал по информационной борьбе, их как будто там в 60-е годы написали. А почему в этом не помочь, опять-таки, пресс-службе ГУБОПИК? У них достаточно информации и всего остального. Можно заинтересовать совместную программу сделать с Минобразованием и МВД. Это довольно актуально и важно, особенно в теперешнее время. То есть вы за образовательные какие-то моменты, но без ограничительных мер каких-либо? Однозначно, однозначно, без ограничительных, потому что не совершено же преступление. Людей надо предупредить, научить, но если они и смогли это научить. А вот здесь очень важный момент несовершенного преступления. Вот пример Российской Федерации. Дарья Трепова, которая убила Владлена Татарского, она год по телеграмму общалась с СБУ. Она год ходила на эти вот мероприятия с участием этого человека и там вот в этой среде. Она там втиралась в доверие, но она получала инструкции по телеграмму, по интернету и завербована она была через телеграм-каналы. Вот если бы это вовремя, ее телегу вскрыли, если бы вовремя ее телегу там посмотрели, ее бы задержали, не был бы убит человек и ранено еще несколько. Может быть, ну вот какие-то, я не знаю, законодательные меры про то, что мы вас там читаем все 100% и так далее. Если мы будем двигаться только в контексте, надеяться, скажем так, на наших близких родственников, на то, что они должны проводить вот эту информационную гигиену, я боюсь, что этого может стать недостаточно. И впоследствии там через год-два мы опять начнем говорить о том, что не доработали, да, где-то не предвидели. Все-таки формы психологического воздействия в современном обществе, особенно через интернет, они носят комплексный характер. Это большой перечень разных факторов, которые могут повлиять на человека. Если есть такие вызовы, то и подходы должны быть комплексные. Не только с точки зрения образования, либо проведения информационной гигиены. Это и законодательная составляющая, это и наша общественная составляющая. А что имеется в виду под общественной? Вот что сделать? Мы находимся здесь сейчас с вами. Нужно выносить, нужно это обсуждать. А делать что конкретно? Вот с Нового года вам говорят, вот вы, молодой человек, пожалуйста, приглашают в Совет Республики и говорят. Ваше конкретное предложение, что нам делать? Вот сейчас электоральная кампания будет, 24-25 года. Как нам с интернетом быть? Реагировать, обсуждать, не бояться говорить на публику, не бояться говорить, выражать свое мнение на пространство интернета. Вот смотрите, я уточнюсь. Вот три года мы обсуждаем, говорим, показываем. Уже показали про все экстремистские каналы, показали всю подноготную. Сегодня существует огромная проблема информационного перенасыщения. Люди не могут отличить вымышленную информацию от действительной, принимая позицию некого пользователя сети за свое собственное мнение. Даже президент нашей страны подчеркивал, что на Западе политику давно превратили в шоу, и люди не хотят воспринимать действительные факты за реальность, а воспринимают ту картинку, и даже примитивно сфабрикованные сюжеты воспринимаются людьми за настоящую правду. Так может нам запретить продавать смартфоны с выходом в интернет по паспорту до 18 лет? Ну чтобы не было никаких вот этих вот. Чтобы сидели, книжки читали, да и все. Я думаю, что это уже крайняя мера. Я думаю, родителям просто нужно внимательнее следить за тем, что делают их дети в телефоне, какой контент они смотрят, какими соцсетями они пользуются и с кем они переписываются. Существует технология, так называемый родительский интернет, они там смотрят и так далее. Ограничение по времени, да, нахождение в сети. А если родители такие же? Вот, интересный вопрос. Если родители тоже сами занимаются. Я полностью согласна с моей коллегой, что сейчас даже 32-летний, 40-летний мужчина может быть очень уязвим перед информацией. Надо выносить эту тему на общественную огласку, что каждую информацию, полученную в интернете, нужно подвергать критическому мышлению, каждую, любую. Даже то, что яблоко красное, но они же разных сортов бывают. Хорошо, вы говорите, выносить на обсуждение, в том числе в интернете. Вот, 11 раз удаляли канал, возможно, как-то связанный с Губопиком. У меня удалили 5 YouTube каналов, у меня заблокирован для айфонов Telegram канал. И что делать? И я создаю каждый раз новый YouTube канал, он чуть-чуть набирает, набирает, потом его сразу в теневой бан, сразу вали отсюда, и никак свою мысль не донести. Григорий, я с вами полностью согласен, но вопрос. Губопик удалили 11 раз, ваши каналы тоже много раз. А сколько раз удалили Telegram канал или Instagram канал блогера Кокобай? Сколько раз его задержали? Нисколько. А в 2020 году этот человек оказал большое влияние на нашу молодежь и наше общество. Призвал выходить на протесты, оскорблял президента, поддержал забастовку у Тихановской и сказал, давайте будем финансировать оппозиционные фонды. С этим человеком никто ничего не сделал, никаких видео с извинениями мы не увидели. Он спокойно продолжает свое существование и таким образом показывает, что можно избежать правосудия. Если он избежал правосудия, значит могут избежать и другие. Пока мы не увидим показательную упорку, пока мы не увидим реальные люди, которые совершали преступление, несут наказание. Но мы видим каждый день, вот ребята работают. Там, понимаете, люди мелкого сорта. Это люди... Нет, были такие персонажи типа Семченко. Там нет ни одного блогера, как у Кубай, у которого полмиллиона подписчиков. У нас что, блогеров нельзя задерживать? Конечно же, органы правоохранительные работают прекрасно. Они совершают и проделывают большую работу. Здесь нет никаких сомнений и своим комментариям я не хотел поставить это под сомнение. Но, видя, как некоторые люди избегают правосудия, могу сказать, что это подрывает в целом имидж того, что все равны перед законом. Знаете, Никита, я здесь процитирую Юрия Хаджмуратовича Караева. Мы никуда не торопимся. Люди должны понимать, что любая информация, которую они публикуют в интернете, экстремические каналы, анонимные каналы, которых вполне достаточно, они оскорбляют вас, Григорий, оскорбляют Молодежный парламент, оскорбляют Белую Русь, оскорбляют представителей органов власти. И примерно понятно, откуда растут ноги. Можно разобраться, кто это курирует. Но эти анонимные каналы также существуют. Пока люди не поймут, что за один комментарий, за одно оскорбление можно понести ответственность, люди будут продолжать это делать, создавать новые аккаунты. Поэтому, мне кажется, нужно ужесточать ответственность за слово в интернете, и анонимность не должна быть переградой. Может быть, нужно вводить какую-то дополнительную аутентификацию для того, чтобы люди могли пользоваться интернетом и нести ответственность. Может быть, как VPN включать, нужно включать какое-то другое приложение для того, чтобы было четко видно, кто подключается, и можно было фиксировать его расположение. Это важный технический аспект, и мы тоже поговорим. Я видел, Татьяна хочет сказать комментарий. Единственное, что я хочу сейчас, чтобы к нам вклинился, адвокат. А вы работали вот с теми людьми, которые, ну вот, по экстремизму пошли, и вот как они вообще чувствуют себя, ощущают? Все, вот эта гениальная фраза, поддался на деструктивное влияние телеграм-канала. Извините, пожалуйста, вот здесь все взрослые люди сидят. Мне 28 лет, я не могу поддаться на деструктивное влияние. Там 30-летние лбы. Как ты можешь поддаться на влияние того, что пишет кто-то? Ну, это, ну ладно. В целом, конечно, адвокатура Республики Беларусь оказывает защиту, в том числе и экстремистам, в случае заключения договоров соответствующих. И из своей личной практики, из своего примера, я могу сказать, что когда начался 2020 год, вот уже общаясь с клиентами непосредственно в следственном изоляторе, которые находились там по полгода и по году, у них, скорее, знаете, было сложено такое представление о том, что когда они туда попадают, случится какое-то чудо через месяц, да, и они оттуда... Знаем мы, вы не досидите свои сроки, вот это мы все это знаем. На самом деле, вот даже молодые люди и студент у меня один был... То есть, какого осознания, вот это вот нифига нет. ...двадцати двух лет было, и он действительно думал, что вот пройдет месяц, пройдет полтора месяца, и каким-то чудом он выйдет из следственного изолятора, при том, что вину он... НАТО приедет, вытащит. Да, и знаете, здесь, наверное, важно то, что вот пройдя определенный промежуток времени, в том числе и общаясь и с адвокатом, и со следователем, где-то через полгода у него пришло осознание, что на самом деле он никому не нужен, кроме своей семьи, кроме адвоката, если он у него действительно... То есть на вытрезвление надо полгода где-то, вот интересно. Ну, если действительно с ним работать и ему объяснять ту ситуацию и туда, куда он попал, и то вот это как раз-таки информационное воздействие, которое было на него оказано, то да, через полгода у него где-то осознание происходило. Почему достаточно в сознательном возрасте люди поддаются на деструктивные воздействия? Во-первых, низкая правовая культура и эффект толпы. Это два, наверное, аспекта. Тематику, которую Никита завел. Ну, во-первых, наверное, работа органов, она многогранная и многофакторная. Это во-первых. То есть со всем, с каждым человеком работают индивидуально. То есть нет цели наказать, заставить страдать. Это пытаются, вот такой наш имидж пытаются создать наши оппоненты, что мы тут кровожадные, хотим всех заставить страдать. Нет, мы хотим, чтобы человек осознал прежде всего то, что он нарушил закон, и осознал свою неправоту. Знаете, наверное, не нужно доставлять такой радости, голодающей инфосетке наших оппонентов, этих экстремистов, которые ждут Кокобая у двери, в слезах, извиняюсь, в соплях, которые ждут этого, чтобы раздуть вот это вот все и получить под это огромный грант. Дело в том, что не из Магары ждут Кокобая около стены, а ждут представителей гражданского общества, ждут наши граждане, те, кто не понимает, почему человек не несет ответственность перед законом. Вопрос не в том, чтобы человек понес ответственность перед законом. Мы все равны перед законом. Но вопрос, будет он там унижен около двери в соплях или нет, это второй аспект. Важный аспект, что мы все равны перед законом. Почему кто-то выше закона? Вот вопрос. Нарушение должностных полномочий. Что он не понес заслуженное наказание, что он сам не пришел. Органы же не должны каждый свой шаг обнародовать в том же нашем канале. Там публикуется лишь часть каких-то определенных случаев, исходя тоже из каких-то внутренних соображений. Я хочу на самом деле сказать, что на таких вот людях, как Никита, сознательных, вот таких людей побольше, которые отправляют информацию, которые действительно не просто отправили, а следят за судьбой своего обращения. Это очень правильно. На этом сойдемся. На таких сознательных людях держится, наверное, наш оплот государственности. Спасибо, Никита, большое. На мой взгляд, сегодняшним молодым людям не хватает простого сравнения какого-то, более плохой жизни в отношении нашего старшего поколения. Я вчера выступал перед молодыми журналистами, говорю, Достоевский стал Достоевским накатом, Сергей Чехов ехал на остров Сахалин лечить, значит, Пушкин на войну рвался. Поэтому вам надо всем в тюрьму, вам надо всем на войну, и тогда вы все будете правы. Я думаю, что они, в отличие от старшего поколения, не понимают, что такое, когда нет государственной системы, государственного строя. То есть они не жили в те времена, когда наша республика после развала Советского Союза обрела свою независимость, и когда наш президент буквально по кускам сохранил нашу и собрал нашу... Давайте конкретный информационный пример вот сейчас. Вот так называемый сериал «Слово пацана». Просто все вот обсуждают и так далее. Так вот, не надо, может быть, запрещать еще чего-то. Просто надо рассказать потом, чем все закончилось. Что в 90-е наш СОБР, наш Дмитрий Валерьевич Павлюченко взяли этих пацанов, которые насиловали людей, убивали, грабили и перестреляли к ядрине фене. Вот просто дорассказать историю, что потом, в конце. У старшего поколения есть это понимание, и поэтому они превентивно действуют в отношении вот таких деструктивных сил. И поэтому молодое поколение где-то не понимает этого, потому что они не жили в те времена. Я на митингах видел и среднее, и старшее, и все какое угодно поколение на митингах было. Но не все люди же умеют... Не все, но не все же понимают. А что вот с этим делать? Что с этим делать? Нужно, понятно, если мы говорим про информационно-психологическое воздействие в интернете, логично, что в разных телеграм-каналах публикуются разные информации. Если мы говорим о событиях 2020 года, я, например, общалась с людьми, на тот момент я была еще школьницей, и мне вот одноклассница говорит, давай пойдем на митинг. Я сама из Гомеля, в Гомеля тоже были митинги. Давай вот пойдем на митинг. Я говорю, почему, зачем? Ну, потому что скучно поддержать инициативу. То есть неважно, сколько лет, какого возраста, если вы говорите, что много людей разного возраста были на этих митингах, на восстаниях, на этих... Это просто люди не имеют фильтровать информацию. У меня было ощущение, просто понимаете, вот у нас страна, вот сейчас хвастается, самым высоким IQ, айтишники, образование, интеллект, это наше достояние и так далее. Видел там таких дебилов. Причем они могут быть там с тремя высшими образованиями. Они несут тебе такую пургу и чушь. Будет счастье, будет свобода. Ты им говоришь там, арабская весна, война, Ливия, еще что-то. У нас будет по-другому, Украина, у нас будет по-другому. Возможно, но есть и грамотные люди, верно? Соответственно, на тот момент люди должны были проверять свою информацию в разных источниках. Но в то же время, тогда, например, в событиях 20-го года, или в принципе, когда начинается информационная война, очень много создается телеграм-каналов, в принципе, каналов. Поливание грязью государства, это был общий фон. Правильно я говорю? Конечно, правильно. Просто на самом деле не важно, что ты видишь. Важно, как ты на это смотришь. Если у тебя одна извилина, то ты поверишь пейкам. А если хотя бы две как минимум, то ты сравнишь одну информацию и другую информацию. К сожалению, как бы мы ни хотели... Ну не знаю, вот Наталья Дулина, Светлана Алексеевича, у них сколько извилин? Это вроде как... О-о-о-о, ну... Ну, к сожалению, с возрастом было все хуже и хуже. Что я могу сказать по этому поводу, да? Просто понимаете как? Если мы сегодня будем постоянно прятаться от этого деструктива, то мы не победим. Неужели, Григорий Иванович, в вашей жизни... Вот в вашей жизни хватало деструктива, но вам это не помешало стать при жизни молодым человеком исторической личностью, потому что вас это только укрепляет. То же самое и с молодежью. Да, подружки сегодня не могут понять, где правда, где неправда. Но на самом деле и в моей жизни хватало социальных сетей, и было много деструктива. Однако я мог это фильтровать. В современном обществе, согласно СЭПЦО и НАТО, единственный вариант остается ужесточить ответственность за подобные проявления. деструктивной информации. Ну вот сейчас у нас законодательно репост экстремистских материалов. Это, Татьяна, уголовное или административное правонарушение? Это административное правонарушение сейчас, что касается репостов. Надо еще, ну скажем так, это маячок для того, чтобы... Проверить, что там дальше. ...проверить человека. Возможно, у него есть, скажем, материалы, которые подтверждают его... Потому что он перекрывал, к примеру, дороги, участвовал в мероприятиях, в бот писал, это уже сотрудничество. Да, это уже сотрудничество. Ну и можно еще просто тогда узаконить ту же самую прослушку или еще что-нибудь. Если тебе нечего скрывать, ну, почему ты боишься этого? О чем ты плохом разговариваешь? Или что ты плохого пишешь? Если ты там своей девушке пишешь что-то? Так а давайте помимо этого... Ну вот да, вот тебе сразу ответит право честной жизни, но поверьте, я вам скажу, все нормально. Все в любом государстве, все с этим нормально. Хотелось бы, конечно, поддержать, но мы отходим от темы и понимаем, что информационно-психологическое воздействие – это в первую очередь работа с информацией. Мы должны все понимать, что местные органы власти должны быть первоочередным источником информации. Зачастую, да, мы сегодня видим по стране тенденцию, что какие-то области уже активно включились в информационную повестку, где-то уже работают даже на опережение, но если взять, что по регионам страны в целом, образно, да, сегодня работают различные те деструктивные источники, которые в Польше находятся, и у них под контролем каждый район, как я вот, допустим, житель Гомельского района, я точно знаю, что на каждый район Гомельской области поделены структурные подразделения, которые отслеживают и работают с людьми, и работают с жителями, и выходят различными источниками на них. Вы знаете, Беларусь за рубежом знают как очень безопасную страну, а белорусов как добропорядочных граждан. Я помню, Батька с болью говорил на митинге вот 16 августа, не позорьте страну, нас все воспринимали как страну порядка, чистоты, доброты, умных людей, те, которые не ведутся на весь этот бред, но не позорьте вы страну. И знаете, каждый белорус знает, что на красную дорогу переходить нельзя, и когда приезжают иностранцы, они очень удивляются, почему? Машин нет, иди. Но каждый белорус делает это из-за и для своей собственной безопасности. А причина тому четкие и очень понятные правила, что за такие действия ты понесешь наказание. И мне кажется, деструктивное информационное и психологическое воздействие на людей, оно может быть предотвращено четкими и понятными правилами. И здесь уже речь не о возрасте и не только о культуре. А если человек знает, что на красной идти нельзя, то и в информационной среде он на красной не пойдет. Поэтому мы сейчас говорим, что каждую субботу телеграм-канал Книга Гоубаза выкладывает чаты и ресурсы, которые признаны экстремистскими. Зайдите, посмотрите, проверьте. Если вы там есть, то лучше сейчас вписаться. Это можно сделать во время небольшой паузы. Ну а мы скоро вернемся, не переключайтесь. Информационное воздействие кибергигиена. Мы продолжаем наше ток-шоу «Да, но». Я хотел у Татьяны спросить и уточниться. Вот мы это так обсуждаем, потому что это на самом деле важно, потому что мы хотим все-таки спасти людей, спасти их судьбы, спасти их семьи, чтобы не было никаких преступлений и чтобы ребята занимались своей работой. А вот если так посмотреть по статистике, не преувеличим ли мы проблему, потому что вот это с той стороны рассказывают, что вообще ужас, жах, хвалт, там репрессии, политвязни, а на самом деле это всего лишь 3% их пресловутых от общего числа преступлений, экстремизм. Во-первых, хотелось бы еще раз акцентировать на том, что нет задачи там напугать, хвалт, там какое-то устрашение. Хотя власть должны и уважать, и бояться. Да, действительно, вот именно этот императив принуждения есть только у государства. Еще раз напоминаю тем, кто призывает каких-то представителей, активистов к каким-то решительным действиям. Во-первых, этот момент, и что касается экстремистских вот этих вот правонарушений, действительно, такой акцент ставится именно с целью превентивной, чтобы люди учились на чужих ошибках и не наступали впоследствии на свои же грабли. Потому что в большинстве своем люди, которые уже понесли какую-то определенную ответственность, осознали, они потом на этот путь, они не возвращаются. И их какие-то знакомые тоже, соответственно, переосмысливают какие-то вещи. Мы должны бороться за ума людей. То есть и в этом наша цель. На самом деле наши правоохранительные органы проделывают огромную работу, но все же хотелось бы, чтобы к правоохранительным органам все-таки подключилось общество. Я бы хотел добавить, мы сейчас обретаем уникальный, эксклюзивный опыт борьбы с цветной революцией, с вот этим информационным психологическим воздействием, не опираясь на огромный ресурс, который есть у России, не опираясь на вот китайский опыт, который там вот, а именно противодействие. Малыми средствами, малыми ресурсами. Но вот таким творческим подходом и таким энтузиазмом, я знаю, вот ребят, которые занимаются этим, в том же ГУБОПе, другие подразделения, это люди вот 24 на 7 с утра, и глаза горят, и сердце горит. Вот побороть вот эту вот нечисть, гадость, и это замечательно. И у нас уже многие учатся, в том числе братья-россияне. Ну зубы-то они уже пообломали немножко. Я бы все-таки хотел сказать, чтобы к нашим правоохранительным органам подключалось все-таки общество. А чтобы это сделать, нам напрямую нужно активизировать работу, сейчас общественную, то есть идти в школы, в колледжи, в университеты, в рабочие коллективы, и рассказывать там об ответственности непосредственной, вот о том, что какие каналы, на какие каналы они подписываются, и список этих каналов. Такие даже открытые суды в колледжах проводим. Активизировать эту работу. У нас в преддверии электоральная кампания. Суды в прямом эфире. Почему нет? Отлично. Скоро будет передача вот как раз-таки на белорусском телевидении, которая и будет показывать судебный процесс. Там будет и адвокат, и прокурор. Вот замечательно. У нас такой вот Астахов, но вот по-другому немножко. И реальные дела, и реальные суды. А я бы хотела сказать, что самым уязвимым слоем общества является молодежь. Это школьники, это подростки, это будущее нашей страны, с которыми необходимо работать. Взрослые люди, их уже сложно где-то переучить. Да, им нужно показать, как фильтровать информацию, но в большинстве своем они умеют фильтровать эту информацию. А вот дети, им сложно. И поэтому нужно включать школы в эту работу. То есть создавать предмет, который... Я извиняюсь, у нас там не половина, но добрая часть преподавателей, которые туда вот последние 10 лет ходили, потому что никуда больше баллы не набрали. И вот мы сейчас будем подключать их, учить детей информационной гигиене. Знаете, я хотела бы дополнить по поводу школьников и, в принципе, молодых людей до 18 лет, что помимо школы мы не должны перекладывать ответственность родителей. Тут звучал в студии тезис «давайте запретим смартфоны детям до 18 лет». Я говорил, да. Запрещать их точно не нужно, потому что по решению родителей, как средства связи, они предоставляют своим детям телефоны. Но мы должны ужесточить ответственность родителей за то, чтобы они смотрели за тем, где их дети, в каких интернет-ресурсах подписаны, зарегистрированы и так далее. На своем личном примере я могу сказать, что лично сама контролирую ресурсы и все социальные сети своей сестры. И родители ведут очень большую работу и, может быть, профилактически даже жестко. Все были бы такие сознательные, как вы. Потому что на примере ее сверстников я скажу, что деструктивное влияние есть и ведется. И если упустить этот момент, то потом, после 18 лет, это уже будет большая ошибка. Все были бы такие сознательные, как вы, и было бы вообще все хорошо. Не все, например, родители могут контролировать этот процесс. И дети, я не дам свой мобильный телефон, и все, и родитель ничего сделать не может. И тут родители боятся даже ребенка побить, говоря словами, сказать, я на тебя подам в милицию. То есть тут с ребенком очень тоже тяжело подойти. Тут можно, как мы разрабатывали наш молодежный проект по поводу наркотикам, тут тоже попробовать разработать такой же проект, чтобы дети не просто видели информацию своими глазами, но они еще посмотрели на это. Дети, то, что мы говорим, они все прекрасно понимают, но они все равно будут это делать и творить. Они должны это видеть, когда они это будут видеть своими собственными глазами, и кто-то будет делиться примерами, будет совсем по-другому. Они тогда будут переоценивать, потому что тот же самый проект, которым я была недавно беседу проводила, у нас была дискуссия, они сначала и смеялись, им было весело, но под конец они даже уже плакали некоторые, они даже в колледже учатся. То есть это уже они переосмыслили. Давайте просто будем показывать обратную сторону Луны. На самом деле, когда подростки сейчас восхищаются тем, что происходит в США, я не знаю, там передавая какая-то держава, очень популярные и кинозвезды, и певцы, и все тому подобное, которые просто понтуются своей роскошью телефонами и спорткарами. Так давайте покажем, как у них, допустим, на улицах Калифорнии или Флориды ходят просто зонки. Каждый день показываем, но понимаете, мы это показываем в новостях, хроника неинтересна. А они смотрят сериальчик Нетфликса, где пацанчик, значит, в 15 лет он сам на спорткаре приезжает. Это тоже информационное воздействие. И в крутой колледж, и дальше у них там пенная вечеринка в большом коттедже. То есть вот они вот это и так воспринимают. В основном сейчас молодые люди, подростки, они же не будут смотреть в большом количестве, в большом объеме государственное телевидение. Давайте перейдем все-таки в мессенджеры. Те же самые телеграммы, которые, да, уже хорошо используем телеграм-каналы. Тикток, опять же, тот же самый, задействуем. Я не знаю, Инстаграм. Коллеги, мы сегодня очень много говорим об информационном воздействии. И уже прозвучала мысль о том, что это достаточно сложная проблема, к которой нужно подходить комплексно. Вот все очень правильно предлагают, я согласна, и образовательные вопросы, да, и там, и тиктоки, и прочее. Но, возможно, нужно посмотреть более широко. Ну, наверное, все понимают сегодня, и никто не будет спорить о том, что мы живем в очень непростое время. Мало забирать сегодня у ребенка смартфон, да. Мы должны понимать, что если есть технологии, этими технологиями мы должны уметь пользоваться в своем ключе. Вот вы говорите, мало, так может хотя бы это сделать? Ну, я не знаю, там цен до 15 лет не продавать. Хотя бы это в том числе. Моя мысль следующая, что сегодня, понимаете, чтобы работать над информационной безопасностью, молодые люди должны знать историю, должно быть патриотическое воспитание, идеологическая составляющая. Нельзя говорить оторванной жизни, давайте введем ролик, давайте заберем тикток, давайте сделаем еще что-то. Это очень комплексная проблема. Сегодня на внешнем контуре страны идет серьезная, ожесточенная борьба. Мы живем в обществе, которое не оторвано от жизни. Мы понимаем, где что происходит. Мы понимаем то воздействие, которое сегодня идет на население. Слушайте, мы вот здесь говорили о НАСА, Российской Федерации, а давайте нашу еще одну южную соседку посмотрим в плане перенимания опыта. Все каналы нафиг позакрывали. Все, ну, они журналисты, в принципе, вообще убивают. Там не просто уголовный срок. Там тебя за чтение каналов российских, там тебя привязывают к столбу и секут прутом. Ну, и вот так вот, да, построено у них. И, извините, работает. Работает. И идут, и в этот контрнаступ, и помирают тысячами, и промытая молодежь, и все работает. Григорий, вот сегодня еще мы говорили о том, что про Китай, да, вот Китай закрыт, очень хорошо. Вопрос о контроле интернета. Нужно ли контролировать интернет? Однозначно нужно. Но сегодня мы не имеем таких ресурсов закрыть полностью наш интернет. Но... Ну, вон бандеровцы тотально контролируют все, и там ты пикни, там тебя сразу убьют, и все. Но если мы не будем заниматься нашими людьми, и вот контролем, и работой над этим вопросом, им будут заниматься совсем другие люди. Абсолютно согласен. Ну, просто пока мы играем в эти свободы, нас немножко там уничтожат. Ну, да, пожалуйста. А может, мы каждый начнем сам с себя? Дело в том, что сегодня мы собрались лидеры молодежи, лидеры мнений. И сегодня мы все ведем свои социальные сети. И то, что мы сегодня позиционируем, то, что мы показываем, мы тоже создаем инфоповоды. И я считаю, что каждый должен начинать с себя. Вот сегодня здесь присутствует очень много членов молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Именно мы сегодня и создаем эту повестку. Именно мы сегодня можем говорить о информационной безопасности. Как подтверждение ваших слов, шикарно сейчас выстрелил агроблок. Простой хлопец, который снимает простых сельских мужиков, женщин, рабочих, крестьян. И просто они делают шелленджи, танцуют, еще что-то. Это самые-самые простые вещи. Миллионы смотрят, миллионы подхватывают, миллион. И это производит доброту. И вот это вот та самая реклама Беларуси, которую мы все ждали. Вот как пример, все подписывайтесь. Давайте еще не забывать о деятельности региональных СМИ. Насколько на новый уровень они вышли. Форум журналистов десятый, который состоялся, тоже говорит о многом. О том, что сегодня журналисты, это топовые журналисты, которые преподносят информацию качественно, интересно, познавательно. Которые сегодня делают региональные СМИ интересными не только для жителей региона, но и для молодежи в целом. Я бы хотела чуть-чуть вернуться к теме о детях. Дети, это вот сейчас, которые ходят в садик, которые сейчас в первом классе, это будущее. И когда это будущее получает абсолютно искаженные факты об исторических событиях, опять же, вы, Григорий, упомянули, Netflix. Прекрасно знаем, что Голливуд, например, и там вот вся эта информационная машина Запада, она работает на создании определенных образов, стереотипов, картин, поведения. Извините, пожалуйста, вот мы сейчас прерывались на рекламу, реклама учит одинаково улыбаться, реклама учит одинаково одеваться. Это тоже информационное воздействие, но мы от этого никуда не денемся, потому что капитализм, потому что бабки. И это вот так вот. И у нас нет своих сериалов, нету, и нету денег их снимать. Что хотите с этим делайте? Григорий, это все понятно. Просто очень обидно за то, что дети не умеют смотреть и проверять информацию. Эта информация занимает буквально три минуты погуглить. Книжки надо читать детям, книжки, а не сидеть в интернете. Хотелось бы поблагодарить всех за осознание, прежде всего, важности и значимости подобной тематики, что мы все в нее вовлечены, потому что это есть наше будущее. Если мы выработаем четкие маячки, как мы действуем, как мы анализируем любой текст, любой слог, который, скажем, где-то размещен даже в ресурсе, который на данный момент, к примеру, не признан экстремистским, потому что это тоже очень кропотливая документальная работа для того, чтобы, ну, в чем-то даже бюрократическое, чтобы вот по всем канонам признать экстремистским, мы должны анализировать, что мы читаем и зачем мы читаем. Если какой-то ресурс, к примеру, нашего главу государства называют просто по фамилии, да, и имени, и не добавлять, к примеру, там, президент или глава государства, давайте задумаемся, что вполне вероятно этот ресурс несет в себе деструктивизм, и его со временем, возможно, признают экстремистским, и поэтому на будущее давайте анализировать. Мы уже видели ресурсы и сталкивались с ними в 2020 году. Ребят, давайте, как говорится, понимать саму структуру. Дух, дух закона есть. Да, дух закона, а потом уже идет его буква. Поэтому этот момент, и самое главное не оставаться в стране, помнить, что не сообщение о преступлении, это есть, влечет тоже соучастие и ответственность, поэтому если вы где-то видите какой-то факт, который требует проверки, на ваш взгляд, даже если вдруг впоследствии окажется, что там не содержатся какие-то там экстремистские материалы или еще что-то, сообщите в чат-бот книга «Гоубаз», и самое главное, наверное, это работайте над своей правовой культурой, правовой культурой своих близких, вот, и будьте патриотами своей страны, ну и, как я всегда говорю в конце своего экстремистского обзора, ведите себя хорошо. Вот, конечно, силовой блок работает блестяще, работает 24 на 7, на них нужно полагаться, на эти сильные плечи, но, тем не менее, нужно стоять рядом и, скажем так, информационный, в хорошем смысле слова, спецназ, тоже формировать вот из этих горящих глаз и сознательных людей. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, и совсем скоро Новый год, буквально через пару дней. Мы поздравляем, конечно, я поздравляю всех присутствующих здесь. Как правильно здесь сказали, ведите себя хорошо, соблюдайте правовую культуру, и в будущем, в 2024 году, а на этом программа «Дано-2023» прощается с вами. Огромное спасибо, дорогие зрители, с вами был Григорий Азаренок.